С субботним утром, несмотря на промозглую погоду, в спортивном парке отдыха отпраздновать Международный день здоровья собралось около 500 человек из 10 муниципалитетов. Я очень рада, что отклюкнулись и другие районы Подмосковья, причем потому что здесь действительно все условия для этого созданы и хотелось бы, чтобы это была не просто акция, а это уже был бы образ жизни людей. Я знаю, что все, очень многие жители нашего района любят трассу и практически каждый день здесь бывают и самое главное бывают с детьми, поэтому здесь очень много условий, таких хороших спортивных площадок созданы для того, чтобы каждый нашел для себя свое применение. Всех этих людей объединяет одно – забота о своем здоровье. Житель города Химки вот уже в течение пяти лет принимает активное участие в фестивалях по скандинавской ходьбе. Узнав, что в Одинцово будет проходить областная акция, собрал команду друзей и приехал в наш город. Сегодня я ожидаю, что будет народу побольше и будет заряд бодрости и здоровья. Вот этого я ожидаю. А что вам больше всего нравится в скандинавской ходьбе? В скандинавской ходьбе мне нравится просто ходить по свежему воздуху и самому укреплять здоровье и сходить гулять. На здравительной площадке медицинское сопровождение мероприятия обеспечивала бригада Одинцовской районной больницы номер 2. В консультативно-диагностической зоне специалисты Центра кардиологии имени Бакулева измеряли жизненные показатели – пульс, давление, уровень сахара в крови. Также для всех желающих работала лекционная площадка. В рамках мероприятия гости парка прошли обучающий курс по скандинавской ходьбе и смогли на деле применить полученные знания, совершив прогулку по парку. Доказано, что 30 минут ходьбы уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а смертность – в 3 раза. Как рассказал инициатор прогулки с врачом, профессор и кардиолог Ольга Бакерия, 150 минут ходьбы в неделю – это тот минимум кардиологической нагрузки, который позволит свести к минимуму риск возникновения болезней сердца. Мы врачи, мы организовывали прогулку с врачом, в том числе для лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы пытались найти тот минимально, так скажем, затратный с точки зрения физического здоровья и всех остальных аспектов способ оздоровления, который будет доступен абсолютно всем. Да, вот ходьба, она доступна абсолютно всем. Активное участие в празднике приняла и депутат Московской областной думы, российская фигуристка Ирина Слуцкая, которая провела чемпионскую разминку. Этот день оказался для нее знаковым, поскольку под ее руководством в Одинцово открылась первая школа по скандинавской ходьбе, деятельность которой будет направлена на оказание помощи людям с сахарным диабетом. Вы знаете, вот очень длинная история, началась она в 2015 году, когда мы начали заниматься людьми с заболеванием сахарный диабет. После этого родилась акция «Жить, побеждая диабет», в которой именно во время акции мы проводили не только круглые столы с профильными министерствами, губернаторами, школами различными, здоровье, но также проводили мастер-класс по фигурному катанию и по скандинавской ходьбе. И вы знаете, везде мы были встречены на ура. Среди почетных гостей праздника – заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Семенов, который, как оказалось, сам впервые приобщился к такому виду активности. Сегодня это первый раз в скандинавской ходьбе. Мне очень понравилось, прошел первый круг. Это очень позитивно, очень активно. И даже несмотря на то, что сейчас не очень погода, все равно море позитива супер. Гораздо проще сохранить здоровье, чем его потом восстанавливать. И поэтому такие профилактические мероприятия, такие интересные темы, как прогулка с врачом у нас входит на регулярной основе. По словам участников акции, в этот день они получили массу положительных эмоций, новых знаний, а также заряды бодрости и сил. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Четыре.